Перейдем к следующим докладам. Наш следующий спикер любит различные интеллектуальные активности. Большой фанат брейншторма в формате «что, где, когда». Он всегда возьмет минутку и пару раз подумает перед тем, как решить какую-то проблему. Один из самых сильных игроков «что, где, когда» у нас в компании, да, у нас в компании проходят игры «что, где, когда». Давайте встретим нашего iOS-разработчика Ерден, «Колесогрупп». Всем привет, все верно, меня зовут Ерден. Я работаю в «Колесогрупп», именно в команде маркета. И сейчас мы с вами покешеварим. Будем обеспечивать приложение данными в любой ситуации. Услышав, что я iOS-разработчик, андроидеры, не разбегайтесь. В принципе, доклад кроссплатформенный, и 70% того, что я скажу, применимо и на вашей платформе. Итак, о чем же мы будем сегодня говорить? Во-первых, обсудим проблему долгой загрузки. Во-вторых, поговорим о кэшировании загруженных данных. И в конце я расскажу, как добавлять на клиент резервные данные, когда у нас нет ни кэша, ни интернета. Так, что это тут у нас? А у нас тут лоудер. Если ваши пользователи также находятся в томительном ожидании, используя ваше приложение, и уже в деталях знают, как выглядит ваш лоудер, то, возможно, вам следует применить кэширование для тяжелых запросов. В случае с легкими запросами все просто. У вас есть клиент, у вас есть сервер, и вы получаете данные через сеть каждый раз, когда они вам нужны. Никаких проблем нет, запросы легкие, можно входить каждый раз, когда вам это нужно. Простая схема, простой код. Значит, здесь у нас есть request, есть download task, и все работает достаточно просто. Схема чуть-чуть усложняется, когда нам нужно добавить кэширование. Кэширование нам нужно добавить для тяжелых запросов. Код также немного усложняется, появляется инициализация кэша, мы прокидываем его в конфигурацию, а конфигурацию добавляем в URL session. Здесь используется стандартный HTTP протокол кэширования, схема которого выглядит вот так. Кто-то из вас мог уже видеть ее, это стандартная документация Apple, и сейчас мы более подробно остановимся на том, что же здесь происходит. Ну, самая простое, прямая линия, когда у нас нет кэшированного ответа, мы просто идем в сеть и получаем данные, ну и заодно сразу добавив их в кэш. Ситуация интереснее, когда у нас есть кэшированный ответ, здесь уже больше узлов, и первый узел, это у нас проверка идет на то, нужна ли постоянная револидация при каждом запросе. Как вообще мы понимаем, что револидация нужна или нет? Это содержится в самом ответе, который, как мы понимаем, уже закэширован, а именно в заголовке кэш-контрол. Например, там может быть значение must-revalidate, либо immutable, подробнее можете посмотреть сами, здесь мы особо остановиться на этом не будем. Мы идем дальше. Например, нам не нужно револидировать каждый раз при каждом запросе наши данные. Тогда мы проверяем, не устарел ли тот ответ, который мы закэшировали. Как понять, устарел ли он или нет? Ну, как и везде, срок годности указывается на упаковке, в нашем случае срок годности указывается также в том же заголовке кэш-контрол, и передается в формате max-age, либо в каком-то другом, ну, например, max-age, где значение передается в секундах, то есть говорит о том, через какое время этот ответ считается устаревшим. Например, ответ у нас не устарел, и тогда мы спокойно можем забрать его из кэша. И на этом все заканчивается. В принципе, схема дошла до своего конца, именно по вот этой ветке. Идем дальше. Допустим, нам нужна постоянная революция. Либо вышло так, что наш ответ, который мы закэшировали, уже устарел. В этом случае нам надо револидировать тот ответ, который у нас есть. То есть даже если он устарел, он все равно может быть таким же, как и на сервере. То есть нам надо убедиться, что на сервере данные другие, чтобы мы их загрузили себе. Итак, в чем же назначение вот этого хэт-запроса? Легковестный хэт-запрос служит для того, чтобы как раз выполнить вот эту проверку, узнать, насколько те данные, которые мы закэшировали, совпадают с тем, что находятся у нас на сервере. Если данные совпадают, то на сервер идти необходимости нет. Мы просто получаем данные из кэша. То есть мы экономим очень много трафика за счет того, что мы не идем в сеть просто так, а просто проверяем, насколько у нас актуальны те данные, которые у нас есть. Если же закэшированные данные неактуальны, то тут уже придется идти в сеть, получать свежие данные и, соответственно, после этого обновить то, что у нас находится в кэше. Вообще по умолчанию NSURLRequest использует текущее время для того, чтобы определить, нужно ли возвращать закэшированную информацию. В целом эту механику можно чуть-чуть донастроить более тонко с помощью добавления заголовков для хэт-запроса. Их два вида. Первый из них — это if-modified-since. Этот заголовок соответствует заголовку last-modified ответа от сервера. Что значит соответствует? Это значит, что в ответе от сервера есть заголовок last-modified, и мы должны достать из него вот эту дату и передать его в качестве заголовка в хэдер if-modified-since. Давайте рассмотрим пример, чтобы было понятнее. Допустим, у нас есть клиент, у которого хранятся данные, которые в последний раз менялись 20 октября. На сервере точно такие же данные, и каждый раз при отправке запроса с заголовком if-modified-since от 20 октября мы получаем от сервера ответ 304, что значит, что ваши данные актуальны, и вам не нужно получать ответ от сервера, не нужно грузить данные из сервера. Но, допустим, вчера мы решили там что-то поменять, и теперь у сервера last-modified уже 12 ноября. И следующий запрос от клиента с заголовком if-modified-since от 20 октября получит уже ответ 200, что значит, вам следует обновить данные и получить их из сети. После получения этих данных из сети у нас следующий запрос уже идет с заголовком if-modified-since от 12 ноября, и мы также не будем получать данные от сервера до тех пор, пока на сервере снова не произойдут какие-то изменения. Как это выглядит в коде? В коде это выглядит так, что мы должны найти вот этот закешированный ответ в нашем кэше. Как мы его находим? По ключу, как раз ключом является сам вот этот запрос, чтобы отличать одного от другого, то есть чтобы получить ровно те данные, которые нам нужны для этого запроса. Получив эти данные, мы из его хеддеров достаем нужный по ключу last-modified и добавляем вот эту дату в качестве значения по ключу if-modified-since в заголовок запроса. Это один вариант. Есть следующий, другой вариант, это if-non-match. В принципе, все то же самое, только он соответствует и тег заголовку ответа. То есть в коде это выглядит вот так. Мы меняем ключи и используем уже не last-modified и if-modified-since, а и тег и if-non-match. Хорошо, а что такое и-тег? И-тег — это закрытый идентификатор, присвоенный веб-сервером на определенную версию ресурса, найденную на URL. Если содержание ресурса для этого адреса меняется на новое, то присваивается и новый и-тег. Но говоря человеческим языком, это похоже на отпечатки пальцев у людей. То есть мы не сравниваем двух людей по их росту, весу и прочим параметрам. Надо достаточно сравнить их отпечатки пальцев. Если отпечатки пальцев отличаются, то с большой долей вероятности это все-таки разные люди. Хорошо, мы вот это все настроили, добавили хедеры. Все должно работать как положено. А как убедиться в том, что все именно работает так, как мы ожидаем? Первым действием было бы, наверное, взять, добавить breakpoint куда-нибудь туда в замыкание, где у нас do something написано, и посмотреть, какой же у нас там ответ. Движение ошибочное, так как как раз-таки согласно схеме, у нас ответ там будет в любом случае. Либо полученный из кэша, либо полученный из сети. То есть нам надо понять не то, есть ответ или нет, а то, откуда он там взялся. Вторым движением будет использовать какой-нибудь sniffer трафика и попробовать в нем определить, откуда все-таки эти данные там взялись. Я попробовал так сделать и не преуспел. Возможно, потому что на тот момент еще не было доклада Димы про Чарльз, и у меня не хватило навыков работы с ним. Так что, возможно, стоит попробовать еще раз, и в этот раз у меня все получится. Но, тем не менее, этот вариант мне не подошел, поэтому мне пришлось идти дальше и найти такое решение, как url-session-task-delegate. В чем суть url-session-task-delegate, как им пользоваться, чтобы он нам, в принципе, мог помочь. Ну, как и с любым делегатом, мы подписываем наш класс под этот протокол и передаем его в качестве делегата в url-session. Далее, для чего все это делается, мы должны реализовать у себя метод didfinish-collecting-metrics и уже в нем увидеть все интересующие нас метрики по вот этому запросу. В целом, этот код, он нужен, наверное, только для того, чтобы проверить, что все работает так, как надо, и потом его можно смело удалять. В принципе, я так и делал. Но если по какой-то причине вы решите его у себя оставить, то помните, что url-session-task-delegate, поэтому во избежание утечек памяти нужно вызывать метод invalidate and cancel в тот момент, когда ваша работа сессии окончена. Так, ну и ради чего все это было? Мы ставим breakpoint внутрь вот этого метода, вылавливаем его и выводим в low-level debugger transaction-metrics. Вот первый пример, когда у нас еще нет закешированных данных. Как видим, у нас есть один запрос, который сходил в сеть. Это видно по fetch type network load. И получил статус-код 200, то есть получил данные, и все у нас в порядке. После этого у нас уже появился закешированный ответ, и следующий запрос уже состоит не из одного, а из двух элементов. Как видим, первый head запрос, здесь оно формируется по принципу стека, то есть самый первый запрос оказывается в самом низу. Итак, первый head запрос получил ответ 304, что значит, что наши данные все еще валидны, и нам не надо получать новые. Fetch type network load, здесь тоже все логично. Мы сходили на сервер, он нам ответил. Здесь все правильно. Следующий запрос, уже основной запрос, иметь статус-код 200. Также говорит о том, что у нас все нормально, чтобы никто не пугался, никакой ошибки нет. Мы получили данные из local cache. Здесь fetch type local cache. Значит, так как наши данные актуальны, мы получили данные не из сети, а из кэша. В принципе, все работает так, как и нарисовано на той схеме, в которой мы сейчас только что разобрались. В принципе, данные из кэша мы получаем и в том случае, если у нас нет интернет-соединения. Допустим, интернет-соединения нет, мы спокойно забираем данные из кэша и дальше радуемся жизни. Но радоваться жизни становится чуть сложнее, когда у нас нет ни интернет-соединения, ни кэша. Это может быть в том случае, когда пользователь впервые установил приложение и запустил его при выключенном интернете. Ну, обычно можно показать какую-нибудь заглушку, сказать, ну, друг, у тебя нет интернета, давай заходи позже, когда он у тебя появится. Но, допустим, у нас ситуация такая, когда мы не хотим так делать, и вот в этом нашем нежелании нам поможет добавление резервных данных в сам клиент. Давайте на конкретном примере, чтобы лучше понимать ту ситуацию, с которой мы столкнулись. Вот у нас есть экраны подачи маркета. Там очень много данных, секции, категории, подкатегории, динамические параметры категории. Очень-очень много всего. В JSON это выглядит очень так внушительно. Вот эти данные мы хотим как-то сохранить на клиенте. Вообще, когда заходит речь о хранении данных, то в голову приходят следующие варианты. Это User Defaults, K-Chain, Core Data и Realm. User Defaults не подходит нам по определению, так как он нужен для хранения каких-то пользовательских настроек. И объем этих данных должен быть не очень большим. Получается, что у нас не подходит под сразу двум параметрам. Наши секции, категории и прочие данные никак не являются пользовательскими настройками. Более того, они очень большие, поэтому туда банально не влезут. Поэтому User Defaults отпадает. Следующий вариант – K-Chain. Здесь похожая ситуация, только еще и добавляется шифрование. То есть это нужно для хранения каких-то данных пользователя, которые должны быть приватные. Например, пароль или номер банковской карты. Это нам тоже не подходит, так как в наших секциях, категориях и прочем нет ничего секретного. И нам не надо тратить ресурсы на то, чтобы еще это все дело шифровать. Поэтому у нас остается два варианта – CoreData и Realm. И все свелось бы к классическому противостоянию CoreData и Realm, если бы не одно понимание. Вот вы знаете, что здесь должен появиться песик. В нашем случае песик – это файлы в Bundle. Как так вышло, что какие-то файлы в Bundle оказались круче, чем целые базы данных? Вышло это так, потому что наши резервные данные не должны меняться. То есть мы не закладываем в них какие-то изменения. Это резерв, который нам нужен в том случае, если у нас нет интернет-соединения и кэша. Как только у нас появляется интернет-соединение и мы сохраняем данные в кэш, необходимость в этих резервных данных сразу отпадает. И мы уже пользуемся, как обычно, интернетом и кэшом, так как было описано на схеме. Окей, ну вы скажете, наиболее внимательный из нас уже, наверное, пишут комментарии, а вот ты какой хитренький. Взял и спрятал эти резервные файлы, хотя они у тебя никуда не делись. Вы как зашили их клиент, так они у вас там и находятся. То есть при получении данных из кэша, вернее, при получении данных и кэшировании их, мы не можем уже выпилить эти файлы из нашего бандла. У нас нет такой возможности. И они с нами уже будут до конца. И с этим как бы надо что-то делать, подумаете вы. И первая мысль, которая может быть, а давайте все-таки возьмем, уберем их и вернемся к реализации через базу данных. То есть у вас будет одно место, где вы все храните. То есть вы туда зашиваете вот эти резервные данные как начальное значение и потом обновляете их при получении данных из сети. В принципе, звучит очень красиво до того, как мы, момента, как мы решим это все-таки реализовать. И первая проблема в том, что мы должны будем отказаться от стандартного протокола кэширования. То есть мы не должны уже использовать кэш, так как все должно храниться в базе данных. И вот весь этот механизм, в котором мы только что так хорошо разобрались, отменить и как-то сохранять эти данные в базу данных, самим как-то следить за ревалидацией и заниматься вот всеми прочими вещами, которые нам хорошо так были предоставлены из коробки. Ну и второй момент, что все-таки эти резервные данные у нас окажутся там не с потолка. Прежде чем мы их положим в базу данных, они все равно у нас в каком-то виде на клиенте будут храниться. Может быть не в виде резервных файлов, но в каком-то виде так или иначе они там будут. И выпилить их все так же не будет никакой возможности. Поэтому то, что казалось бы должно было как-то нам облегчить наше приложение, в итоге нам сулит много головной боли, при том, что мы в целом никак приложение не облегчим. Резервные данные как были, так и остались. Давайте сравним вообще, насколько легко пользоваться именно файлами, зашитыми в мандал. То есть вот таким образом мы в две строки, по сути, переводим вот эти, переводим зашитые в мандал файлы в формат JSON. Ну а дальше уже мы знаем, как с этим работать и все довольно просто. Давайте еще раз поговорим, почему же все-таки файлы, а не базы данных. Ну, во-первых, это простота. То есть все очень просто. Мы держим их просто в папке с приложением и по необходимости достаем. Если они нам не нужны, то мы их и не касаемся ни в коем случае. С этим связана и скорость. То есть мы в рантайме не пытаемся как-то эти данные завернуть в базу данных, что-то с ними, какие-то манипуляции с ними делать. Нет, они тихонечко все лежат до тех пор, пока они нам не будут нужны. Также немаловажный фактор – это надежность. Наши коллеги из колес в направлении iOS и коллеги из маркета в направлении Android очень сильно намучились этими базами данных. Настолько, что у Mariam Sisingali есть целый доклад на тему того, как они отказывались от базы данных и в итоге пришли как раз к тем самым файлам. Ссылку я потом в конце приложу. Теперь еще следующий вопрос. Как держать эти резервные файлы в актуальном состоянии? То есть на момент реализации фичи мы туда положили некую версию файлов. Но, как мы видели, на сервере данные время от времени меняются, и нам надо и резервные файлы держать в актуальном состоянии, иначе в них не будет никакого толку. У старейших файлов, наверное, больше даже вреда, чем пользы. В этом нам поможет CI, чтобы мы это все ручками постоянно не делали. То есть мы добавляем скрипт, который после начала сборки удаляет старые файлы и подкидывает туда свежие файлы, которые он только что скачал. То есть мы таким образом гарантируем, что при резервной данной у нас резервные данные будут в актуальном состоянии. Кстати, это еще один плюс в пользу решения через файлы, потому что, наверное, остальные решения не так не позволят обновлять и актуализировать их через CI, так как у нас нет инструмента по прямой записи какой-то из CI в саму базу данных. Ну, как и всегда, нет предела совершенству. Что-то еще можно улучшить, и можно улучшить такой момент. Вот, например, пользователь начал подавать объявления, он подает, все заполняет, доходит до последнего этапа, а мы ему разрешили это делать даже при выключенном интернете. Ну, либо он из кэша взял эти данные, либо из резервных файлов. И так он доходит до последнего экрана и жмет опубликовать, а опубликовать не может, потому что интернета-то у него нет. И что делать в этом случае? То есть пользователь теперь должен как-то держать приложение в открытом состоянии, как-то заботиться о том, чтобы его случайно не выгрузить, чтобы вся его работа не пошла на смарку. В этом случае мы, в принципе, думаем как-то облегчить его участь и добавить кнопку с локальным сохранением этого заполненного объявления, чтобы потом, когда у него уже появится интернет-соединение, он мог спокойно взять и завершить процесс подачи. Давайте подведем итог. По возможности кэшируйте тяжелые запросы. Когда вы реализовали это кэширование, проверяйте корректность его работы через URL-сession-тас-делегат и используйте резервные файлы для особенно критичных данных. Ну и, наверное, не используйте базы данных там, где они не нужны. Не заносите их в те места, где ваши данные, в принципе, не должны меняться. На этом все. Спасибо за внимание. По этому QR-коду вы можете найти полезные ссылки. И теперь я жду.